Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. 18 декабря всем органам ЗАГС России исполнилось 95 лет. Вот такая большая серьезная дата привела сегодня в студию мою замечательную гостью. Практически с балла, можно сказать, к нам в студию пришла Наталья Сергеевна Тамилова, начальник управления ЗАГС Амурской области. Здравствуйте, Наталья Сергеевна! Здравствуйте! Я вас поздравляю с этой серьезной датой. И очень приятно, что именно вы возглавляете органы ЗАГС, потому что с вами всегда общаться невероятно приятно. У вас все сотрудники такие? Скажите честно. Спасибо большое за комплимент, за добрые слова, за поздравления. Однозначно не буду к себе относить такой высокий комплимент. Я вчера любовалась. Вот 100 сотрудников у нас, ну процентов 10 составляет мужчины, а все остальное женщины. Очень красивые, очень милые, жизнелюбивые. Вот лично вчера увидела, что такое 100 человек, в основном женщин, таких красивых, умеющие любить, праздновать, работать, все в целом сразу. Наталья Сергеевна, ну несмотря на то, что регистратор – это все-таки по традиции женская профессия, мужчинам есть тут место? Есть. А первый регистратор мужчины у нас появился в городе Белогорске, и второй регистратор мужчины у нас появился в Мазановском районе. Очень гармонично они влились в коллектив, это первое. А второй по городу Белогорскому переживали, как же отнесется население. Ну не могу сказать, что 100% прямо рады идут к мужчине, но есть прямо отдельное заявление. Мы хотим, чтобы нас зарегистрировал мужчина. И когда мы проводили конкурс на лучшего регистратора брака, Забелов Юрий Владимирович у нас получил второе место. Вот так, то есть стереотип можно рушить и здесь тоже, да? Ну вот немножечко тут спорно насчет стереотипов, потому что до нас эту работу проводила в церковь, и мы не помним вообще-то, чтобы там венчала женщина. Да, как правило, это был мужчина. Хорошо, я знаю, что накануне, ну буквально недавно, да, вы ездили в Санкт-Петербург 6-7 декабря, там проходило Всероссийское совещание руководителей органов ЗАГС, на котором вы побывали, я знаю, что даже получили почетную грамоту. Спасибо за вопрос. Действительно, наше Всероссийское совещание, которое проходит ежегодно, в этот раз было не в Москве, не в столице, а именно в Санкт-Петербурге. А с чем это было связано? Потому что декрет о создании органов ЗАГС 18 декабря 2017 года был подписан именно в городе Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, это очень красивый город, мы много о нем наслышаны, я была впервые. Нам показали, ну для нас очень было интересно, это дворцы бракосочетания. Мы посмотрели три дворца бракосочетания, и что для меня отдельно вызвало интерес, это был дом малютки, который мы посмотрели. Безусловно, мы решали производственные вопросы, очень важные, но главное, мы посмотрели систему органов ЗАГС. Ну действительно, наша работа была отмечена, вот та почетная грамота, которую мне вручили, я не считаю, что это моя заслуга, а я считаю, что это заслуга именно нашего коллектива, который насчитывает более ста человек. Только наша слаженная работа позволила добиться того, что на нас обратили внимание. Наталья Сергеевна, как Вы считаете, Вы посмотрели, сказали, что дворцы бракосочетания в Петербурге, когда мне тоже довелось видеть фотографии из дворцов бракосочетаний, которые там осуществлялись. Мне показалось, что это очень красиво. Как мы на их фоне смотримся. Вы знаете, ну действительно красиво. Это старина, это высокие потолки, высокие окна, красивые лестницы. Но должна отметить, что когда нам показывали фильм, начальник управления Наталья Владимировна, ну как бы тоже сделала акцент на то, что в основном это у них старинные здания, но построено современное, и современное здание пользуется не менее популярностью, не менее популярностью среди населения Санкт-Петербурга. А вот я отмечу для себя, может быть это не скромно, что у меня не было вот такой вот зависти. Ах, как красиво, у нас хуже. У нас не хуже. У нас есть очень красивые закцы. Город Благовещенск у нас очень респектабельный, и он пользуется спросом не только у благовещенцев, но и у всей Амурской области. К нам приезжают с других регионов, и 10% составляют с других регионов. Это и Камчатка, это и Сахалин, это и Якутия, и даже город Владивосток. Вот с Хабаровска, не помню, что были. Приезжают зарегистрироваться именно у нас. Конечно, сам зал в Благовещенске не очень большой по размерам, но он очень уютный, он какой-то нежный такой, респектабельный. А потом у нас тронный зал, где проходит фотосессия, он как бы дополняет. Он достаточно вот такой красивый. По области у нас очень красивый ЗАГС в городе Зеи. Два года назад мы открыли там очень красивый зал. Это ЗАГС и зал именно для регистрации в городе Благовещенске. Ой, простите, в городе Белогорске. У нас красивый Сковородино, открываем сейчас после ремонта, в Магдагачах, в Тынде. И даже по селам мы вот уже открыли новые помещения, где очень красивые залы. Это Константиновка в этом году открыли, Ивановка в этом году открыли, Тамбовка. Я хочу сказать, что нам есть чем гордиться. Я думаю, что вчера это было особенно заметно на вашем торжественном мероприятии. Наверняка, потому что действительно функций органов ЗАГС очень много. И это не только приятная вот эта вот миссия свадебных генералов. Кого еще вчера приглашали на свое мероприятие, кого еще честные? Значит, на наше мероприятие мы приглашали практически все структуры. Ну, начнем федеральные структуры. Прокуратура, ОВД, ФСБ, налоговые инспекции. Это все структуры, которым непосредственно нужна наша данная, наша информация. Далее, соцзащита, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования. И вообще все структуры, которые есть на территории Амурской области, мы непосредственно с ними сотрудничаем. Потому что более полной информации о демографии в нашем субъекте, как и в любых других субъектах, нигде больше нет. Поэтому гостями наши были непосредственные наши коллеги, с которыми мы работаем. Ну и, как я уже подчеркнула, что были приглашены все сотрудники органов ЗАГС на это празднование и наши ветераны. Такой состав был достаточно большой. Естественно, не могу не спросить, кто лучший? Кто вот эти вот счастливчики, которые вошли в число лучших сотрудников, лучших регистраторов? Ну, лучшие регистраторы мы проводили. У нас поэтапно шла подготовка к празднику. Мы конкурсы немножко раньше проводили. И разбили на лучшего регистратора по городу и по району. Вот по городу это у нас город Зея, Критская Татьяна Николаевна. А по районам победило село Ивановка. Шарикова Светлана, простите, отчество запоминала. А кто голосовал? Кто решал? У нас было создано жюри, жюри достаточно строгое. Там были и ветераны, и независимые эксперты, и работники культуры. Им было очень трудно определить победителей, потому что вот такой творческий подход у каждого, кто проводит у нас бракосочетание, или регистрацию брака очень высокий. Они как, смотрели реальные регистрации, которые проводили? Совершенно справедливо. Мы провели опрос среди молодоженов, кто бы не возражал, чтобы на их бракосочетании находилось жюри, и, в общем-то, у нас сегодня молодёжь достаточно проста в общении, их сегодня не сковывает участие посторонних лиц в их бракосочетании. И пошла обычная нормальная регистрация брака, только менялись ведущие. Это были ведущие не города Благовещенска, а со всего района. И таким образом оценивалась работа, и мы выбирали, кто самый лучший регистратор. Я думаю, споров там наверняка было очень много. Очень много, потому что трудно определиться. Вот все подготовились. Главное, я говорю, что каждый вкладывал частичку своей души и сердца, и было заметно, что они волновались с каждой молодой семьёй, которая рождалась. Наталья Сергеевна, я знаю, что накануне вас порадовали ещё один, вот так получилось, что порадовало ещё одно замечательное событие. Вы регистрировали накануне четырёхтысячного младенца. Когда такое было в последний раз? Значит, ну последние более десяти лет такого вообще не было. У нас сегодня очень благоприятная обстановка по демографии. Июнь, июль, август у нас дал, что рождаемость выше смертности. Вообще сегодня у нас зарегистрировано более уже, можно сказать, 700 человек детей больше, чем это было в предыдущие годы. И действительно в городе Благовещенске мы зарегистрировали буквально несколько дней назад четырёхтысячного ребёнка. Это событие мы будем связывать с Днём образования Амурской области. Дата у нас в декабре месяце. И как только родители, если дадут согласие, мы надеемся на их взаимопонимание, и что всё хорошо со здоровьем ребёнка и матери, и желания, и желание родителей, простите, будет. Мы обязательно проведём именно речение, потому что это событие важно в масштабах Амурской области. Мы всегда говорим, что на Земле появился не просто человечек, а появился государственный человечек. Татьяна Сергеевна, к сожалению, эфир подходит к концу. И напоследок вот один такой вопрос, если можно коротко. Столетний юбилей буквально через пять лет каких-то. К чему хотелось бы прийти к этому юбилею? Ну, не скажу без скромности, хотелось бы построить два дворца бракосочетания. Это в городе Райчехинске и в городе Свободном. Хотелось бы сделать хорошую пристройку в городе Благовещенске, чтобы там был не один зал для регистрации, а два зала для регистрации. Мы бы больше времени уделяли новобрачным, которые вступают в брак. Ну и хотелось бы, чтобы у нас вот эта вывеска, девиз, который невольно стал, «Все начинается с любви, как никогда был актуален в Амурской области». «Все начинается с любви, чтобы мы любили и были любимыми». Вот на этом и закончим эфир. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Еще раз праздником вас и, конечно же, всех сотрудников органов ЗАГСа в Амурской области. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Наталья Томилова, начальник управления ЗАГСа Амурской области. До скорой встречи, будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok